Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 60 занятие нашего курса, в котором мы разбираем с точки зрения иврита тексты Торы, тексты молитв. И вот сегодня мы разберем отрывок из главы недельной, прочитанной вчера в субботу, главы, которая называется Лех-Леха, 15 параграф книги Брэшит. На прошлом занятии меня слезно попросили разбирать еще какие-то тексты параллельно, тексты, которые в какой-то мере являются классическими для иврита. И я выбрал, я надеюсь, что сегодня, ну хотя бы последние 10 минут, я выделю для разбора произведения очень известного, я так понимаю, каждому школьнику известного, Хайма Нахмана Бялика, который классик еврейской литературы. Произведение это называется «Лобайом в лобалайла» – «Не днем и не ночью». Я немножко об этом произведении расскажу. Почему я выбрал именно его? По двум причинам. Во-первых, оно действительно очень известное и очень красиво написано. И на примере его мы можем видеть использование так называемого высокого иврита, иврита-танахического и иврита-мишнаитского в литературе, а может быть и в обыденной речи. А во-вторых, я приложил некоторым образом руку к этому произведению, точнее, конечно, не к нему самому, а к его переводу, переводу на русский язык, перевод был сделан до меня, перевод вольный, но очень интересный, его сделал Виктор Константинович Шапира. Вот он среди нас. Можете его поприветствовать. А в чем заключается моя роль, об этом я скажу в конце сегодняшнего занятия. Так, вот я, меня можно приветствовать, я сейчас на секунду появился, чтобы меня увидели. Да, покажите, покажите. Так, да, вот это я. Виктор Константинович Шапира, замечательные переводы, очень советую вам посмотреть его ролики на его канале, и вообще можно найти гораздо больше. Видите, у тебя на канале достаточно немного. Я в интернете нахожу гораздо больше. Вот, можно по имени, по ссылкам найти и другие переводы, и собственное творчество. Вот, и с чем-то мы сегодня, я надеюсь, познакомимся. Так, спасибо. Так, теперь мы переходим к нашей основной теме. Так, я должен включить. Так, Натан, ты мне отключил демонстрацию экрана. Нет, я не отключил и не включил. Все, теперь есть. Так, понятно. Так, включаю. Ну, вот он текст. Ну, как обычно, я взял текст известного ресурса и выделил те слова, которые нам интересны. Вот, слова, выделенные желтым, я просто устно разбираю, а выделенные зеленым. Есть в словарике. Словарик я сейчас. Значит, и сам этот текст, и словарь, это отдельный файл, и еще один интересный файл, посвященный второй части нашего занятия, я поставил на нашу группу в Телеграме. Вот, а сейчас я словарь составленный поставлю на чат, в чат поставлю словарь. Так, Ctrl-C. Так, как я должен сделать? Ага, вот, вот он чат. Ставлю, ставлю в сим. Опять это бит. Так, ну, давайте так. Как словарь у нас закончится, то, что влезло в чат, просто не все подряд влезает. Не все сразу. Вот, вы мне сообщите. А покарность мы в нашем тексте. Итак, Ахар, в данном случае Ахар, то же самое, что Ахары, после. Вот, без огласовок мы могли бы прочитать это Ахэр. Ахэр это другой. Но слова эти, как ни странно, имеют несвязное значение. Ахадварим Аэле. Слово двари может быть понято как речи, слова или как дела. После этих дел. Ахая двар Ашэм. Было слово Бога. Значит, это имя Всевышнего и Читаревого. Ашэм, а не так, как написано. Эль Аврам. К Авраму. Ба Махазе. Слово Махазе на зеленом фоне, значит, оно вошло в словарь. Корень здесь хет, зайн, гей. Хозе это значит провидец. Махазе это видение. Видение, очевидно, ночное. И комментарий, ну, во всяком случае, у Рамбана это есть. Рамбан Ахшебан Ахман. Он пишет, что вот до обрезания, когда Бог обращался к Авраму, уровень Аврама был, как у большинства пророков. То есть, он видел Бога либо в глубоком сне, либо, если это происходило не ночью, а Бог имел что-то сказать Авраму, то Аврам как бы терял сознание, погружался в сон. И тогда Бог к нему обращался. Но мы видим, что после обрезания, в следующей нашей главе, которую мы читаем на этой неделе, уже Аврам беседует с Богом, что называется наиву. Леймор, говоря. То есть, Бог сказал ему так. Аль-ти-ра. Не бойся. Корень вот этого слова. Я-ра. Ю-рэйш. А-леф. Что означает страх Божий. Трепет перед Всевышним. Итак, не бойся, Аврам. А-нухи. То же самое, что они. М-ген. Слово М-ген означает щит. Наверное, очень многие, те, кто не знает иврита, знают воображение М-ген. Да, высшаяся конечная звезда. По сути, это значит щит Давида. Л-э-ха. Тебе. Я. Щит. Тебе. С-хар-ха. С-хар – это оплата. Это заслуга. Итак, оплата тебе. Ха – это твоя. Хар-бе-ме-от. Очень велика. В-айомер Аврам. И сказал Аврам. А-до-на-и. Это обращение к Богу. Но это слово буквально означает «господа мои». То есть, как бы господин во множественном числе. Форма слова во множественном числе. Внимание! Вот здесь те же самые буквы, что вот в этом слове, которое я вам описал, как имя Всевышнего. Буквы те же самые, а огласовки другие. Действительно. Если это слово при чтении Торы мы читаем так, как написано вот это слово, то вот здесь другие огласовки указывают нам на то, что мы должны прочитать вместо того, что написано. Это слово не то, что написано здесь, как обычно, а слово «э-ло-гим», что означает сочетание этих двух имен. Вот это слово, когда оно читается вот так и написано вот так, означает «милосердие Всевышнего». Слово, которое я вам только что произнес. И вот эти четыре буквы, если они имеют вот такие огласовки, означает, наоборот, строгость божественного суда. Строгость и справедливость. И вот их сочетание означает, что Всевышний един. И когда нам нравится то, что происходит с нами, когда мы понимаем, что когда нам хорошо, когда он нам делает явное добро, и когда он наказывает нас, и мы принимаем его решение как суд. Итак, вот такое сочетание. Дальше идут слова «ма-ти-тен-ли». «Что ты дашь мне?» «Ва-анухи» – то же самое, что они. «И я голех» – иду, то есть иду по жизни, продолжая жить. Дальше это слово «ар-ири». «Ар-ири» – это значит «бездетный». Мы знаем, что Авраам родился Ицхак, когда ему было 100 лет, а Ишмаэль родился за 13 лет до Пугов. Тем не менее, в таком возрасте, несмотря на то, что и продолжительность жизни, согласно Тории, была тогда выше, считалось, что человеку потомство не дано. Но это увидел Авраам, как в нашей главе описывается, он увидел это по звездам, что у Авраама и женщины по имени Сарай детей быть не может. Но, как мы видим, как мы сейчас прочитаем, что в этой главе нет об этом, но в недельном разделе есть, как у них родился сын Ицхак. Так, «у вен мэшек бейти» – слово «бен» или как здесь «вен» означает буквально «сын», а вот слово «мэшек» означает «хозяйство». «Мэшек бейти» – домашнее хозяйство, то есть хозяйство моего дома. Все, что есть у меня, всем этим заправляет. «Гум» – он, кто это? «Дамэшек элиэзер» – слово «дамэшек» происходит, слово «дамэшек», то есть «дамаск». То есть некто Элиэзер из Дамаска, мы знаем его как преданнейшего слугу Авраама, которому он много, Авраам Элиэзера, много чего поручал, в частности, найти жену сына Ицхаку. Вот об этом мы будем читать дальше. Обратите внимание на то, что слово «мэшек» и слово «дамэшек» отличаются на одну букву. Я думаю, здесь вот это обыгрывается не зря. Ну, вот комментарии я пока не знаю, не смотрел. Итак, «Вайомер» – Авраам, и ответил Авраам. И сказал Авраам, да, это продолжает Авраам говорить. «Ген» – слово «ген» в данном случае то же самое, что «гине» – вот. Но есть и другие значения у этого слова. Можете посмотреть в словаре. «Ли» – вот «мне». «Ло не тата» – «зера» – «не дал ты». Слово «зера» означает «семя», как семена, так и потомство. Аналогично пишется слово «зероа», которое означает «мышца». Но здесь вот значение «потомство». «Ты мне не дал потомство». «Вэйне» – и вот. «Вэн бэйти» – «йорэш отти». «Вэн бэйти» – это тот, кто принят в моем доме. То есть он на уровне домочадцев, хоть и не является неродственником. А домашек Элейзер – он неродственник Аврааму, то есть неблизкий родственник. И он, как говорит комментарий, он из потомства Хама, а не Шема. «Ёрэш» – слово «йорэш» означает «наследовать». «Еруша» – наследие, «цавьеруша» – это завещание. «Морэшет» или «мораша» – это то, что передали нам в наследие, допустим, отцы. То есть фактически заветы. «Оти» – это «меня», буквально, в данном случае, «мне». «Вэйне» и вот «двар Ашем» – «элав» – слово Бога ему. «Лэймор» – говоря «Ло-йи-ра-шэ-ха-зэ» – не будет наследовать тебе этот, то есть Элейзер. «Ки-им» – вот это выражение «ки-им» означает противопоставление. «Но» – эйн-зэ-э-ла-ки-им-вэйтэ-луким. Там может быть так, а может быть просто «ки», но это именно в этом значении. «Ибо», «потому что» или «но», «ашер-е-цэ», который выйдет буквально «ми-ме-а-их» из твоей утробы, из внутренности твоей. Ну, нельзя сказать про мужчину, что из его утробы появилось потомство. Но вообще-то слово «ме-ай» означает «утроба» или «кишки», даже «кишечник». «Гу-е-ра-шэ-ха» – «он будет наследовать тебе». Значит, корень мы видим «ю-рэ-ш-шин», «ю-рэ-ш» – «наследовать». «Ва-йо-цэ-о-то-аху-ца» – «ва-йо-цэ» – это «вывел». «Е-цы-а» – «выход», «йо-цэ» – «вышел», а «го-цы» – «вывел». В двух биньянах значение в одном случае простое вышел, в другом случае каузативное вывел, то есть сделал так, что вышел. Мы знаем, например, в благословении слово «гамо-ци-лехем-мин-га-арец». «О-то-его» – «га-ху-ца» – слово «ху-ца» означает «наружу», «ху-ц» – это «вне» и «это кроме». «Ху-ц-ми-зэ». «Ху-ц-ла-арец» – это «вне Израиля, за границей». «Вайомер» и сказал «габет-на». «Габет» – это значит «взгляни», «смотри». Отсюда слово «мабат», которое означает «взгляд». Может быть, созвучно на слову «набат». Ну, связь вполне возможна. Вот это вот, выражая вот эту вот маленькую частицу, означает «пожалуйста», то есть «просьба». «Посмотри, пожалуйста, га-шамай-ма». «Шамай-им» – слово, которое было у нас, ну, например, в первом параграфе, да, в «брэйшит», да. «А-ш-э» – это «шамай-мэ-э-э-да-арец», здесь почему-то имеет огласовку «а». Извините, окончание, окончание «а», здесь это не суффикс, а именно окончание, да. Это окончание не женского рода, а это окончание направления. В иврите можно сказать «ле-шам», можно сказать «шама», да. «Ли-руш-а-ла-им» – в «я-руш-а-ла-им» и «я-руш-а-ла-има» – то же самое. Итак, «посмотри на небеса», «у-ц-пор», «у-ц-фор» и «с-э-с-читай», «га-ко-ха-вим» – звезды. Корень «самых пэй-рэйш» может иметь значение «ли-спор» пересчитывать, да, «ми-спор» – номер, и «ле-сапер» в другом беньяне рассказывать, «с-пор», «це-фер», «с-фер» – все это слова с этим корнем. И есть еще одно значение у этого корня. Как ни странно, подстригать, подстригать, стричь, «сапар» – парикмахер, так, и «сосчитай» звезды. «Им-ту-халь-ли-спор-отам». «Им» – это вообще мы переводим как «если». Если сможешь сосчитать их, имеется в виду, сможешь ли ты сосчитать их, да. Очень такой еврейский вариант, особенно типичный для тех израильтян, которые русский язык немножечко забывают или знают не на уровне родного. Например, дети, родившиеся здесь или привезенные сюда, для которых языком общения являются все-таки еврей, а не русский. «Я ему скажу, если ты мне дашь». На самом деле смысл здесь совсем другой. Это не «если», а «ли». Так вот, сможешь ли ты сосчитать их? Ну, это просто калька с еврейта на русский язык. «Воемер ло» и сказал ему, то есть Бог сказал Аврааму, «ко» – вот таким образом. «Так» – «и-и-е» будет «зар-эха» – «потомство твое зеро». Таким таково будет потомство твое. Вот, интересно, что смысл здесь не количественный, а качественный. То есть количество евреев за всю историю можно посчитать только весьма и весьма приблизительно. Количество евреев в мире можно определить с очень-очень большой погрешностью. В моем родном городе в 80-е годы считалось около 12 тысяч евреев. Примерно тысяч семь оттуда уехало. Сколько осталось? Примерно тысяч десять. Ну, вот так говорят. Почему? Догадайтесь сами. Точно так же, как звезды. Мы не знаем, какие звезды включать, что-то какие-то не включать. Какие-то нам видны, какие-то не видны. Какие-то крупные, какие-то мелкие. Какие-то, может быть, уже прекратили свое существование, а свет от них идет и еще долго будет идти. Вот так примерно. В ГЭЭМИН БАГАШЕМ. ГЭЭМИН от слова МААММИН. Это значит верил и поверил в Бога. Буквально так. Но я думаю, что правильный перевод здесь будет поверил Богу, поверил тому, что Бог сказал сейчас. ВАЯХШЕВЕ АХАЛО ЦДАКА. Корень здесь, конечно, ХАШАВ. Что такое ХАШАВ? Считать. Точнее, думать. И было зачтено ему, то есть Аврааму, ЦДАКА, как праведность. Как праведность то, что и здесь он не выразил сомнения. Как же так? Не задал вопрос Всевышнему, откуда он родится. И что он должен делать для этого. ВАЙОМЕР ЭЛАВ. И сказал ему. АНИ АШЕМ. Я Бог. Мы договорились, что это слово имя Всевышнего. С вот такими огласовками мы читаем, как ГАШЕМ. Имя, то самое имя. АШЕР ГОЦЕЙТИХА, который вывел тебя. МЕУР КАЗДИМ. Из УРА КАЗДИЙСКОГО. ГОЦЕЙТИХА и ЙОЦЕ АДИНКОРИЙ. ЛАТЭТ, чтобы дать. ЭЛЕХА тебе. ЭТ ГААРЕЦХАЗОТ. СТРАНУ ЭТУ. То есть эту землю, где Авраам сейчас находится. Находится он на положении пришельца. Но Всевышний обещает ему дать эту землю. ЛА РИШТА. ЙОРЭШ. Чтобы унаследовать ее окончание ГЭЙ с точкой внутри СМОПИКОМ. И перед ней буква огласована КАМАЦ. Это значит ее, эту землю. ВАЙОМЕР. И сказал. СНОВАЙОМЕР. СНОВА мы видим ДВОИМНЕ ВСЕВЫШНИЕ. Вот первое читается как А, ДО, НАИ. То есть как написано. А второе читается как ЭЛО. СНОВАЙОМЕР. Потому что огласовка здесь не такая, как здесь. БА МА ЭДА. По каким признакам? Согласно чему? То есть чем буквально? МА это что? А БА МА это чем? ЭДА я буду знать. Корень здесь ЮД ДАЛЕТ АЙН. ЮД ВЫПАЛ. Когда ЮД первый, это с ним бывает. КИ И РА ШЕЙНА. Что я унаследую ее. Обратите внимание, что здесь Абрам не требует доказать ему. Или дать какой-то знак, что действительно эту землю он унаследует. Он просит только дать ему. Не то, что он сомневается в этом. Но просит Всевышнего о некоем знамении. Так? И что же говорит ему? ВАЙОМЕР ЭЛАВ. И говорит ему, естественно, Бог. КЕХА. То есть ВОЗЬМИ. Корень здесь ЛАМЭТ КУФХЭТ. ЛАМЭТ ТОЖЕ ВЫПАЛ. ЛИ. Для меня ЭГЛА. Слово ЭГЛА означает ТЕЛКА ТЕЛИТСЯ. Вот. Есть похожее слово, которое пишется также. АГАЛА. АГАЛА – это ТЕЛЕГА. Из созвучия этих слов на созвучии построит Медраж, когда говорится в дальнейшем книге Бришит, что Йосеф своему отцу послал ТЕЛЕГИ АГАЛОТ. тем самым он намекнул, дал знак, что действительно это Йосеф, а не кто-то, кто им притворяется. Ибо последний закон, который они учили вместе 14 лет назад, был закон об ЭГЛА АРУФА, АТЕЛИТСЯ, который особым образом убили, проломив затылок, да, ЭГЛА АГАЛА. Тот, кто немножко знает ИДИШ, может быть, слышал слово БАЛАГОЛЫ. БААЛ ААГАЛА. То есть, хозяин ТЕЛЕГИ, извозчик. Итак, ЭГЛА в данном случае что? ТЕЛИТСЯ. Дальше идет интересное слово МЕШУЛАШИТ. Конечно, корень здесь ШАЛОШ, да, но слово МЕШУЛАШ, а дальше мы видим ее в мужском роде, здесь в женском роде, да, означает треугольный. Возьми треугольную телку, где же ее взять треугольную, да. Смысл УТРОЯНО, да, то есть три телки. ВЕ АЕЗ МЕШУЛАШИТ, АЕЗ – это КОЗА, то есть и три КОЗЫ. ВЕ АЕЛ – это БАРАН, МЕШУЛАШ, тоже три БАРАНА. ВЕ ТОР – слово ТОР, это ПТИЧКА, это ПТИЧКА. Значит, в женском роде она называется ГОРЛИЦА, в мужском, в русском языке, не знаю, есть ли ее название, ну, что-то наподобие ПТИКОГОГОЛУБЯ, точнее, ну, такого же как. Да, это действительно разные ПТИЧКИ, и мы в Израиле видим и тех, и других, да. ВЕ ГОЗАЛЬ – слово ГОЗАЛЬ означает ГОЛУБЁНОК. ГОЛУБЁНОК – интересно, что корень здесь тоже в слове ГЭЗЛЬ, ГОРБЁЖ. ВАЙКАХЛО – и взял ему ЭТКОЛЬ ЭЛА всех этих, ВАЙИВАТЕР – и разрубил пополам, разделил пополам. ВИТЕР через БЭТ, да, означает именно разделить. Есть район в Иерушалайме, который называется ГИВАТ АММИВТАР, то есть буквально высоты разделенные, да. Почему оно так называется, я не успел посмотреть, вот. Но я прочитаю вам мой вольный перевод, известного такого ДВУСТИШИЯ. Натан, ты слышишь меня, да? Вот, как можно на иврите это сказать? Шел трамвай, девятый номер, на площадке кто-то помер. У меня есть такая идея. Шел трамвай в ГИВАТ МИФТАР, кто-то там БИФНИМ МИФТАР. Ну да, веселые песни. Ну, извините, уж что есть. Это жизнь. Так, ладно, возвращаемся к нашему тексту. ВАИВАТЕР и разделим пополам ОТАМ ИХ. БАТАВЕХ. Вот это слово многим известно немножко в другом произношении БЕТОХ. Оказывается, это то же самое слово. БЕТАВЕХ – это как БЕТОХ, то есть внутри. ВАИТЕН и буквально ИДАЛ, то есть расположил. ИШ БИТРО ЛИКРАТ РЕГУ. ИШ – в данном случае не человек, а что? О чем идет речь? О тушах животных и, ну, как сказать, трупах птиц. То есть, естественно, вот эти вот животные имели следу принести их в жертву. Вот, и они были зарезаны, и вот, значит, разделены, вот это слово означает разрублено пополам. И положены, значит, одна часть БИТРО, БАА, БИТРО – это в данном случае половина, ЛИКРАТ напротив, РЕГУ – напротив другой. То есть, мы берем тушу, допустим, кого? Козы, разрубаем ее пополам, кладем половину с одной стороны и половину с другой стороны. И вот так вот это сделано со всеми вот этими тушами. Так что между ними образуется проход. ВЕЭТА ЦИПОР – это птица. ЛО ВАТАР – не разрубил. То есть, вот эти двое, ТОР и КОЗАЛЬ, лежали целиком один с одной стороны, с другой с другой стороны. ВАЕРЕД – испустился. ГААИТ – это Орел, да, скорее даже Орел-стровятник. АЛЬ ГАПЕГАРИМ – на вот эти трупы. Слово ПИГУР означает некую недостаточность, да. Я знаю слово на идиш. Виктор Константинович, слыхал такое слово ГИПЕГЕРТЕ? ВОС ИЗДОС. Это значит, умерший, сдохший, да. Моя бабушка как-то позвонила папе, очень напуганная, и долго не сознавалась, да, что ее так напугало. Какое слово, еще раз, я не разрубил. ГИПЕГЕРТЕ. 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 В иврите есть слово МЕФАГЕР. МЕФАГЕР – это ЧЕКУМ СИЛАТ СТАЛЫЙ, да. А ГИПЕГЕРТЕ – это значит на идиш вообще мертвый. Корень, оказывается, вполне такой еврейский. ПЕЙ ГИМЕЛРЕЙШ. Да, значит, АЛЬ-ХА ПЕГАРИМ спустился вот этот вот орел на туши. ВА-Я-ШЕВ ОТАМ АВРАМ. Ну, слово «Я-ШЕВ» мы бы поняли, как сидит или располагается. Но комментарий Раши говорит, согнал, прогнал. ОТАМ их, АВРАМ. Вот, прогнал он, извините, ОТАМ. А, почему-то вот ОТАМ, хотя здесь речь идет вот об одном орле. Так. ВА-Я-ГИ-А-ШЕМЕ-ШЛАВО. И было солнце. Прийти буквально. Ну, перевод здесь на закате. ВА-ТАРДЕМА. Слово «ТАРДЕМА» значит «глубокий сон». ЛЕ-ГИ-РАДЕМ – это, наоборот, «здремнуть». Вот. А как называется на иврите «наркоз»? А, тоже вот от этого корня. Я забыл слово. АГАРДЕМА. АГАРДЕМА. А вот слово «ТАРДЕМА» кто-нибудь, может быть, вспомнит? Нет? Если нет, то попрошу Натана. Да. А что вспомнить надо? Песню? ТАРДЕМА, да. Где мы слышим? Откуда нам может быть? ЙЕРУШЕЛАЯМ ШЕЛЬЗАХАВ. Конечно, ЙЕРУШЕЛАЯМ ШЕЛЬЗАХАВ. Молодец. ОВ ТАРДЕМА. ТУ-ДУ-ТУ-ТУ-ТУМ. И так далее. Пасиба. То есть это «глубокий сон», да? «Нафла» буквально упала. Аль-Аврам, на Аврама. ВЕЙНЕ. И вот «ЭЙМА ХА-ШЕХА». Эйма страшный, ужасный. ХА-ШЕХА – тьма. Гедола великая. Но ФЕЛЕТ падает Аллах на него. ВАЙОМЕ ЛА-АВРАМ. И сказал, естественно, Бог Авраму. Я-ДО-А-ТЕ-ДА. Ты должен знать. Здесь вот он корень. Вот он повторяется дважды. То есть обязательно ты должен знать. КИ-ГЕР-И-Е-ЗАР-АХА. ГЕР означает в данном случае пришелец. Что пришельцами БУ-БУ-ДУТ. Я переведу так. Значит, потомство твое. БЕЭРЕЦ ЛО-ЛАХЭМ. Стране, которой им не принадлежит. Отрицание Аллахэм – это им. То есть не их стране. ВА-А-ВА-ДУМ. Это слово мы должны узнать. Корень здесь АВАД. АВАД – РАБОТАТЬ. ЛЕ-АВЭД – это принудить работать. ГЕ-ЭВИД – это МААВИД – работодатель. ГЕ-ЭВИД – заставил работать. А вот это окончание – значит множественное число. То есть они поработили, кого поработили их. То есть это слово мы можем перевести так. И будут порабощать их. То есть потомство твое. ВА-Айну. И будут угнетать. ОТАМ ИХ. АРБА МЕОТ ШАНА. Четыре сотни лет. ВЕГАМ ЭТ АГОЙ. Но также и народ ГОЙ. АШЕР Я-АВОДУ. Который поработит. ДАН АНОХИ. Слово ДАН как ДИН. Я буду судить. ВА-АХАРЕЙ ХЕН. И после этого. АХАРЕЙ – то же самое, что вот здесь АХАР. ВА-АХАРЕЙ ХЕН. ЕЦУ. ВЫЙДУТ. ВЫЙДУТ. ЙОЦЕ. БИ АРХУШ ГАДОЛЬ. АРХУШ – это значит Э. Ну, в данном случае состояние. Достояние. Как? Имущество. С большим имуществом. ВЫЙДУТ. ВЫЙДУТ. АТЫ. ТАВО. ТЫ. 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 ЭЛЬ. АВО. ТЫ. ХАК. ОТЦАМ ТВОИМ. ВЫЙДУТ. БА. ШАЛОМ. В МИРЕ. То есть в гармонии. И все с тобой будет нормально. ТЫ. КА. ВЕР. Ты будешь похоронен. Это форма пассивная. То есть не ты похоронишь, а ты будешь похоронен. Тебя похоронен. ВЕСЕЙВАТОВА. Слово СЕЙВА означает и старость и седина, и еще означает сытость. ЛИФНЕЙ СЕЙВА ТАКУМ. Перед старцем вставай. То же самое слово. Так. В доброй старости. ВАИИ. А, нет, нет. Вот здесь. ВЕ ДОР РВИИ. Слово ДОР РОД. На иврите мы читаем справа налево. По-русски мы читаем слева направо. Получается ДОР РОД. РВИИ четвертый. Я ШУВУ ЭНА. Возвратятся сюда. То есть туда, где находится в данный момент Авраам. То есть в землю, которую мы называем Эрет Исраэль. Так. Ну, среди комментаторов есть споры. ДОР ВИИ – это после Авраама или после прихода. Это, ну, как бы то ни было, мы прослеживаем, точнее, Тора прослеживает всю генеалогию от Авраама до поколения исхода из Египта. КИ ЛО ШАЛЕМ. Слово ШАЛЕМ. Тот же кое-нибудь, что в слове ШАЛОМ. И тот же кое-нибудь, что в слове ЛЕ ШАЛЕМ. ОПЛАЧИВАТЬ, ПЛАЧИВАТИТЬ. ЕЩЕ НЕ ПОЛНА. А ВОН, А ЭМОРИ, А ВОН – это грех ЭМОРИЙЦА. То есть народ, который называется ЭМОРИЙЦИ, он грешит, и за это он получит наказание. Но пока он еще не нагрешил, чаша его прегрешений еще не полна. Но когда будет полна, тогда я их и накажу. АД ГЕНА. До сейчас, до сегодняшнего дня. Вот это слово я советую запомнить тем, кто учит иврит, тем более тем, кто находится в Израиле и собирается ехать в Израиль, потому что ИДИ СЮДА, правильно говорить, БО ЭГЭНА, ИДИ СЮДА, ЭНА, от слова ГИНЕ, ВОТ, А НЕ, от слова ПО, мы образуем, на речи сюда. И вот было солнце, выходит, да, приходит. ВА АЛАТА, АЯ, что такое АЛАТА, давайте посмотрим. Так. Так. Не кончился еще у нас словарь, да? АЛАТА, АЛАТА, ТЬМА, ТЕМЕНЬ. Так. Вот, что нам дает словарь. И БЫЛА ТЬМА, ВЕГИНЕ, ТАНУР. Слово ТАНУР и в современном иврите означает ПЕЧ. ПЕЧКА. А можно словарик продлить? О, спасибо, хорошо, что вы сказали. Напомните мне, какое последнее слово у нас в словаре? РЭГА, сейчас. Что у нас в словаре? АЛАТА. АЛАТА, я имею ввиду. А? АЛАТА, АЛАТА, ЗАШЛА, последнее. АЛАТА, БЫЛА, ТАК, ПОНЯТНО. Ага. Так, надо было раньше? Ага. Раньше сказать. У нас много еще чего не вошло. Так. Давайте вот так. Ctrl-C. Так. И. ЧАТ и Ctrl-V. Так, вот так. Угу. До куда мы дошли? ВЕЯТЬ ВЕТРУ СВОЕМУ. Сейчас я проверю, что у меня в словаре. Да, наверное, вот здесь этим словарь у меня заканчивается. Так. Кстати, в чате меня никто ни о чем не спрашивает, да? Хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем разговор. Так. ВЕГИНЕ ТАНУР АШАН. Слово АШАН означает дым. То есть печь дымящаяся. ВЕЛАПИД. Слово ЛАПИД означает буквально факел. Возможно, вы слышали такую фамилию ЛАПИДУС. Это не что иное, как в ашкенарском произношении. Множественное число факелы. ЛАПИДОТ. Фамилия, в общем, довольно звучная. ЭШ. ЭШ. Огонь. АШЕР. АВАР. Который прошел. БЕЙН. ГА. ГАЗАРИМ. МЕЖДУ ТЕМ, КОТОРЫЕ ГАЗАР. Что такое ГАЗАР? Буквально вырезать или постановить. В данном случае разрубить. БЕЙН. ГАЗАРИМ. Это между половинами рассеченных туш. ГАЭЛЫ. ЭТИХ. БАЙОМАГУ В ДЕНЬ ТОТ. КАРАТ. То есть буквально заключил Всевышний ГАШЕМ. ЭТ. АВРАМ. В данном случае слово ЭТ. Это не образует винительный падеж кого. А является соединительным союзом. Я об этом рассказывал пару недель назад. С АВРАМом БРИТ. БРИТ. Это союз. Еще слово БРИТ. Означает знак союза. КОТОРЫЙ В ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ СОЮЗЕ. Нам велено иметь на теле нам, мужчинам. ЛЕЙМОР ГОВОРЯ. КАРАТ БРИТ. КОРЕТ БРИТ. Корень здесь, как ни странно, такой. КАФ. РЕЙШ. ТАВ. Буква ТАВ. Очень редко бывает третья буква корня. ЛЕЙМОР ГОВОРЯ. ЛЕЗАР АХА. ПОТОМСЛАТЬ ТВОЕМУ. НАТАТИ ЭТ. ААРЕС ХАЗОТ. ДАЛ Я СТРАНУ ЭТУ. ЗЕМЛЮ ЭТУ. МИ НАХАР МИЦРАИМ. ОТ ПОТОКО ЕГИПЕТСКОГО. ОТ РЕКИ ЕГИПЕТСКОЙ. АД ГА НАХАРА ГАДОЛ НАХАР ПРАТ. ДО РЕКИ ВЕЛИКОЙ РЕКИ ЭФРАТ. ЭТ ГА КЕНИ. ВЭТ ГА КНИЗИ. ВЭТ ГА КАДМУНИ. ЭТО НАЗВАНИЕ НАРОДОВ. ТОЕСЬ ОТ ЭТИХ НАРОДОВ. ВЭТ ГА ХИТИ. ВЭТ ГА ПЕРЕЗИ. Вот ЭТО НАРОДОВ. ИНОГДА ИХ НАЗЫВАЮТ СЕМЬ. ИНОГДА ПЯТЬ. В ДАНОМ СЛУЧАЕ ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО БОЛЬШЕ. ВОТ МЫ И РАЗОБРАЛИ НАШ ОТРЫВАК. НА ПРОСЛОМ ЗАНЯТИИ ОДИН ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ ПОПРОСИЛ МЕНЯ ДАТЬ РАЗБОР ИМЕН. СЕГОДНЯ ОТ ПРИСУСТВУЕТ? ДА. ДА ПРИСУСТВУЕТ? ПРИСУСТВУЕТ. КАЖЕТСЯ, АЛЕКСАНДР, ДА? АЛЕКСАНДР ТОЖЕ ПРИСУЕТ. ПОНЯТНО. Я, на самом деле, подготовил вот такой файлик. Давайте сделаем так. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Но я поставлю вот после занятия, по окончанию сразу нашего урока, поставлю его в нашу группу в Телеграм. А может быть, в следующий раз, если будут вопросы по этим именам, по переводам, мы с вами это обсудим. Сегодня мы обсуждаем вот такую интересную тему. Значит, файлик тоже вам выслан. Значит, это текст стихотворения Хайема Нахмана Бялика. Классика еврейской литературы. Очень советую вам почитать про Бялика. Очень советую вам посмотреть про какие-либо материалы о том, как иврит восстановил статус разговорного языка. На самом деле, это было несколько позже деятельности Бен-Игуды, но в результате его деятельности. Говорится, вот в тексте, который я посмотрел, что в 1924 году, когда Бялик приехал в Эрес-Исраиль, начался процесс слияния иврита как разговорного языка, языка общения, поскольку он в какой-то мере уже таким был на территории Эрес-Исраиль, и иврита как литературного языка, возрожденного, который в основном, да, происходил вот этот процесс литературного иврита в крупных городах, как ни скранно, Российской империи. Ну, иногда Польши и так далее, но, в общем, среди ашкеназов. Я хочу несколько слов сказать относительно этого текста. Когда мы читаем этот текст, мы не видим, как он ложится на музыку, потому что еще не оформилось произношение, принятое сейчас в Израиле, произношение, построенное на основе чтения текстов ивритских восточными евреями и евреями Испании с Фер-1, да, а сам Бялик, поскольку он был ашкеназом, он был родом, он жил в городе Житомир. Есть там улица его имени, но, к сожалению, музея нет. Он получил хорошее ешивное образование, и он, в общем, в полной мере применил свое знание иврита-танахического. Так, Виктор, это, наверное, опять от тебя музыка, да? Если что-то, если хочешь что-то сказать... Может быть, тогда я выключу звук. Не слышу? Так, я скажу несколько слов. Я отключу звук, отключаю. Отключаю звук. Хорошо, да. Так, вот, значит, первое и, наверное, исторически первое отличие произношения в том, что, когда формировалось произношение у ашкеназов, съехало ударение. Ударение с последнего слога съехало на, как правило, предпоследний слог, да? Давайте посмотрим... Все видят текст, да? Давайте посмотрим текст на иврите, где мы его посмотрим. Мы можем посмотреть его вот здесь. Я... Так. Ну, собственно, у меня где-то, наверное, открыто. Давайте сделаем так. Вот. Так видно? Нет, не видно. Ага, я сейчас попробую сделать демонстрацию экрана, да? Это возможно? Нет, я не вижу возможности демонстрации экрана. Так, к сожалению, вот в этой версии новой у меня такого возможности нет. Но вот я попробую прочитать вам согласно, согласно принятому сейчас в Израиле произношению, да? Как это будет звучать? Илья, а можно... Илья, 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 можно меня назначить тоже администратором, и я тогда включу демонстрацию экрана? Ну, на самом деле, я могу, в общем, этот текст скопировать и поставить? Да. Нет, он будет... Ну, ладно, не будем мудрить. Все, есть. Да. Я... Ладно, я вместо этого лучше расскажу маленькую такую смешную историю. Значит, доктор филологических наук, преподаватель Ариэльского университета Гелена Римон, читала как-то лекцию израильским учительницам и спросила, как вы думаете, почему вот такие тексты, как, например, Атиква, да? Почему в них вроде бы совершенно неправильно расставлено ударение, да? Коль от Балевав, а вместо Балевав, да? И получила несколько недоименный ответ. Ну, наверное, поэты писали верлибром. Ни о каком верлибре, конечно, речи не идет. Дело в том, что ударение по Ашкенасске ставится иначе. Так вот, моя деятельность, моя роль заключилась в том, что согласно, значит, написанному тексту, написанному на иврите, я дал транслитерацию именно Ашкенасскую, да? И вот в тексте, значит, в файле она есть, но есть и сам текст, точнее ссылка на этот текст. Вот. И есть перевод, есть перевод. Вот перевод Виктора Константиновича. Который вы можете посмотреть и можете посмотреть, значит, мы с ним посмотрели, есть исполнение только одно. К сожалению, да, я немножечко там лажанул на втором куплете, немножечко не попал в тему, но я надеюсь, вы меня простите. Значит, аккомпанирует мне Леонид Беркович, заслуженный деятель культуры Украины, бывший руководитель отдела культуры, значит, горысполкома города Коростень. Так, вы посмотрите, а сейчас мы разберем сам текст. Сам текст вот такой. Лоба Йомве, лоба Лайла. Не днем и не ночью. Хереш, Эца, Ли, Атайла. Слово Хереш, буквально Хереш, да, как мы сейчас, сейчас говорим, Хереш. Или Хереш, это значит тихо в тихомолку. Слово Хереш означает еще и глухой. Эце, это, как я выяснил, просто Йоце в будущем времени. Ли будет, выйдет мне, а вот слово Атайла, я, честно говоря, так и не нашел. Так? В общем, не днем и не ночью, тихо выходит мне, вот что такое Атайла. Это в современном иврите, это слово, очевидно, не используется, я его в слове не нашел. Слушайте, это почему не используется? Атиюль. А, ой, мамочка дорогая, конечно, да, да, да. Я догадался, что это слово Тиюля, я догадался, теперь опять забыл. Конечно. Атайла, да, то есть в, как это, в походе мне, да, то есть навстречу мне, очевидно, да. Да, что-то такое. Будет мне дальняя дорога, как говорят цыгане. Будет мне дальняя дорога, как говорят цыгане. Витер, а как у тебя в переводе? То не в полночь, то не в полдень, ну, здесь немножко вольный перевод, не в саду, не в огороде, почему это мы увидим. Ло-ба-гар-ве-ло-ба-ба-бик-а. Гар – это гора, бик-а – это долина. Не на горе она и не в долине. Шита-ом-да-шам-ат-ика. Шита, шита. Этого слова тоже в словаре нет, но мы знаем из Торы Эц-шитим. Что такое Эц-шитим? Дерево акации, из которого изготовлялось что? Ковчег завета, да. Шита-акация. Ом-да. Сейчас эта форма не употребляется. Мы говорим ом-эдет, стоит. Там атика-атика – это древняя. Там стоит древняя акация. Где-то в каком-то вне времени и вне пространства. Вега-шита-потра-идот. И эта акация, что такое потер через тав, это значит разгадывать что-то. Хи-да – это загадка. Слово потер используется для разгадывания снова. Об этом много говорится в Талмуде. Об этом говорится и в Торе. Например, Йосеф разгадывает потер, сон фараона. И вот эта шита, эта акация, раскрывает мне, разгадывает мне загадки. Умаги-да-хи ати-дот. Ле-агид рассказывает. Атид – будущее. И рассказывает мне то, что произойдет в будущем. Каким образом вот эта вот вещая акация знает, что произойдет. И сообщает автору Хаиму Нахману Бялику. Он не раскрывает нам. Но Виктор Шапира догадался, догадался интуитивно, да, что речь идет о гадании, да. А каков русский вариант гадать? На чем? На ромашке. Поэтому в переводе функционирует, да, действует ромашка. Так? Эт-хашита эш-аль-ани. И вот эту акацию, эш-аль, я спрошу. Слово ани. Обратите внимание, буква алиф обычно в слове ани. Имеет огласовку хатах-патах. И поэтому ударение падает на и, ани. Но есть несколько мест, где, в частности, в Хумаше, в Торе, стоит огласовка именно вот это. И слово это читается ани. Но значение то же самое. Поэтически оправдано. И прошу я, ну, в оригинале акацию, а в переводе ромашку. Ми-ва-ми-и-ги-хатани. Ми-ва-ми. Кто и кто. Есть такое выражение в русском языке. Откуда оно идет? Кто догадается, Виктор, прошу пока не открывать секрет. Кто догадается, где это выражение мы встречаем? Мы встречаем его в словах фараона. После очередной казни фараон вызывает Моисея и говорит ему, хорошо, я отпущу кто и кто пойдет. То есть буквально это выражение означает, кто именно. Кто? Кто они? Как-то я проезжал мимо некоего кафе, которое называлось Ми-ва-ми. И название было написано там еврейскими буквами. И была одна транслитерация. И на что я обратил внимание, что перед мемом союз соединительный, В, должен иметь форму У, правильно? Но я влез в оригинал и нашел, что фараон говорит именно так. Ми-ва-ми. В чем дело? Фараон и египтянин плохо знали в ритм? Так? Дело в том, что в Анахе встречается форма Ва-ми, где Ва-в имеет огласовку именно вот такую. Ка-мац. Кто и кто? И-и будет как и-и-е. Хатан – это жених. Кто и кто будет мне женихом? Ну, давайте попробуем, послушаем перевод на русский язык. Виктор, ну что, споем? Спеть? А как мы это можем сделать? Ну, я даже не знаю. Я спою своим голосом. Сопровождение музыкального не предусмотрено. Так, не проблема. А ты не будешь включать? Ну, давай так. Я не уверен просто, что у нас получится спеться синхронно. У нас не получится синхронно. Понятно. Ну, давайте. Ну, что ни в полночь, то ни в полдень, Ни в саду, ни в огороде, А под вечер вечерочек В поле я сорву цветочек. У ромашки, у цветочка Много-много лепесточков Ты скажи, скажи, ромашка Кто возьмет меня, бедняжку Вот отсюда примерно мы. Да-да-да, спасибо. Виктор, я здесь останавливаюсь И посмотрим дальше текст, да? И потом, может быть, еще споем, да? Кто возьмет меня, бедняжку, да? Кто будет моим женихом? Так, хорошо. О-ме-ва-э-у-ме-а-ин-я-во-ши-та Га-ми-пол-ин-о-ми-ли-ли-та У-ме-а-ин-ме-а-ин-откуда? Я-во-он придет И здесь объясняет Акация А обратите внимание, Полин – это, конечно, Польша Полин, да? Ли-та – это Литва Смысл, откуда он придет? Из Польши или из Литвы? Но мы бы сказали так Ми-полин-о-ми-ли-та Но здесь использован Такой-то нахический образ Ха-если То есть вот это вот Ха, который задает вопрос Ми-полин-им-ми-ли-та Аналогичную конструкцию Мы встречаем, например, в словах Когда Моисей отправляет Отправляет 12 разведчиков Он говорит Посмотрите Землю Хороша она или плоха И используется здесь Та же конструкция Чтобы подчеркнуть Что имеет в виду Моисей Что хороша она Даже если она плоха То есть если покажется она вам Какой-то не очень хорошей На самом деле Знаете, что она хороша Проблема в вас Вы это не увидели Га-ми-полин-им-ми-ли-та Но здесь Без таких глубоких намеков Он из Польши или из Литвы Я умышленно ставлю ударение Не так, как в современном иврите Так как имел в виду автор Потому что иначе Это получится Руткий верлибр Га-б-мер-ка-ва Мер-ка-ва Это Карета Да От слова Рехев Рохев Это Ехать на чем-то Рохев-сус Ехать верхом на лошади Маркив Мишка-фа-им Надеть очки Потому что они сидят На переносице Как Всадник в седле Га-б-мер-ка-ва То есть вот это Га-тоже вопрос В карете Я-а-вор Я-а-вор-овер Пройдет Швило Слово швиль Означает Шоссе И путь Значит В карете Пройдет путь Его точно Приедет к нам в карете Им Б-мак-ло У-тар-мила Слово Мак-кель Это посох Тармиль И в современном Варите тоже Это рюкзак То есть Или Здесь Вот это им Мы переводим Как или Хотя обычно Ну например Если Да Или С посохом И котомкой То есть будет он богатым Или Бедным Ну Мы сегодня Наверное Не успеем Пройти Все стихотворение Оставим немножечко На следующий раз Виктор Константинович Просто время у нас кончается Но То что соответствует Вот этим Да Сколько мы строчек разобрали Четыре Да Ничего страшного Мне наоборот Приятно Что Растяние удовольствия Да Так Значит Что у нас тогда Из перевода Соответствует Вот этим словам Так Это с какого места Так я понимаю Умеаин Явошита Откуда он придет Да Что здесь Плохо Умеаин Явошита А Меркавы Явошило И там у меня это так звучит. Литвак, он или хабадник, скромник он или похабник, он приедет к нам в карете или на велосипеде. Вот так замечательно, да. Я немножко дам пояснение. Литвак – это еврей-ашкеназ из Литвы. Они характеризовались такой некоторой сухостью и отсутствием эмоций, но одновременно очень глубоким знанием Талмуда. А хабадник дан как, наверное, образ хасида, потому что евреи из Польши, они были в основном хасидами, то есть людьми значительно более эмоциональными и настроенными даже несколько на мистику. Но правда, конкретно вот хабадники, они среди хасидов нетипичны. Собственно, и название хабад подчеркивает то, что хоть мы и хасиды, мы занимаемся интеллектуальным познанием Торы. Ну, об этом, если хотите, чуть поподробнее в следующий раз расскажу. Литвак, он или хабадник соответствует этим строкам. Он из Польши или из Литвы. Он приедет к нам в карете, а меркава – это абсолютно точно. А велосипед дан, очевидно, как образ, который здесь обозначен котомкой и посохом. Вот так. Замечательно. Спасибо, Виктор. Спасибо всем. Спасибо мне. Посмотрите, пожалуйста, по ссылкам, которые даются здесь внизу. Я, пожалуй, их поставлю сейчас на чат, чтобы тем, кому тяжело, не пришлось лезть в нашу группу в Телеграм. Вот, и можете посмотреть вот эти ссылки. Ну, пожалуйста, вот меня за исполнение, не судите строго. Вот вам интересная, на мой взгляд, интересная такая информация. Так, спасибо. Можно это в общий чат? А я разве не поставил общий чат? Ну, вы поставили здесь, в Зуме, а в Телеграме? А в Телеграме это стоит на общий? Да, разве не стоит? Ага, ну, хорошо, давайте. Проверим, может быть. Давайте я отдельно поставлю, да. Стоит файл, который вот здесь вот, последний он стоит, лоба-емва, лоба-лайла. Тот, который называется на иврите. Вот там вот в конце. А, да-да-да. Я поставил лоба-емва. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы, пока я еще здесь. Значит, другого перевода, как дословного, так и литературного, стихотворного, я не нашел. Вот, этот перевод очень хорош, несмотря на то, что он немножко волен. Скажем, ромашка там вместо дерева акации. Но смысл, на мой взгляд, очень удачно сохранен. Вот, и еще об одной ализии, о литерации в самом конце. Я надеюсь, на следующем занятии вам повествую. Так, всего наилучшего, спасибо. Счастливо, до новых встреч. Натан, выключаем? Да, конечно. Все, всем счастливо, до свидания. Всем здорово, спасибо. Следовательно, господа, дамы и господа, если у вас есть замечания или пожелания, обращайтесь ко мне, обращайтесь к нашему администратору Натану. Вот, меня можно найти всеми возможными способами. Да, окей, замечательно. Я не отказываюсь от того, что я в прошлый раз ляпнул, типа, предложил некоторое обсуждение израильских кусков из фильмов. Дергайте меня, дергайте меня. Напоминайте, мы можем устроить такое заседание и вместе посмотреть, посмеяться перед ним. Окей? Натан, милости просим, это мне и полезно, и интересно. Отлично. Думаю, что и остальным тоже, значит, давайте какой-нибудь кусочек небольшой на пару минут, потому что больше мы не успеем подробно. А, ну, хорошо. Я заранее посмотрю и подготовлю. Да, хорошо, окей, если я не забыл, в следующем разу я пришлю. Геват Хальфон, Лоуна, это улетный фильм совершенно. Окей, тем более, что в Ютьюбе действительно стоят самые прикольные места, вообще говоря, там можно... Ага, любопытно, любопытно. Еще раз отдельное спасибо Виктору и за творчество, и за участие в нашей работе. Вот, и будем надеяться на встречу и в дальнейшем. Ладно, счастливо. Окей, всем счастливо, до свидания, пока.